Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Уан, а это Чернобылит. Сегодня мы с вами займёмся чем? Правильно, самоубийством. Как бы это грубо не звучало, но по сути мы реально этим займёмся. Мы сейчас с вами проснулись, 24 день, 24 серия, смотрим, что по урожаю, по урожаю тишина. Опа, где-то грибочки были, 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 были. Ты же видел, да? Ты же видел, видел? Где, где-то гриб был, сука. О, нашёл. Потом надо будет разместить их более правильно, что ли. То как-то они собираются не так просто. Так, самоуничтожиться. Для чего мы это делаем? Делаем для того, чтобы переписать события прошлого, и чтобы Ольга смогла к нам присоединиться, и чтобы у нас было 5 членов команды. Возможно, мы ещё что-то подправим, но это не знаем. Вы правильно поняли, это устройство вас убьёт. Но вы не понесёте за это наказание и не потеряете предметы. Вы уверены, что хотите сделать это, да? Игорь, это ещё не конец. Нельзя, чтобы всё закончилось вот так. Иди умереть, исчезнуть. Портал, помоги умереть. Игорь, Игорь. Вот. Сейчас попробуем переделать события получше, чтобы у нас было. Выбор. А вот Оно. Жёлтый цвет, чё-то новенькое. И чё такое? Каждый кристалл связан с воспоминанием, которое вы можете изменить... Мир менялся, и ваши союзники видели все принятые вами решения, составляя мнение о ваших действиях. Жёлтый кристалл указывает, что у союзников изменилось отношение к вам, но вы ещё не знаете, как именно. А смотрите их, чтобы выяснить, что думают о вас друзья. Так, ну смотри, вот этот вот взрыв, в принципе, мы можем сделать для того, чтобы улучшить отношение с тараканом. Это логично. Тут у нас следует воспоминание. Это мы сжигали данные. Можно оставить. Можно, типа, сделать свайп. Ну, типа, знаешь, как это называется? Переменить воспоминания. То есть здесь можно взорвать, улучшить отношение с тараканом. А здесь узнать данные о Татьяне, и получится одно на другое. Но сначала нам нужно с этим пацаном решить вопрос. Обыскивая убежище таракана, ты отключил ловушки. Теперь бойцы Нар легко смогут попасть сюда. Ты не стал снова активировать их, поскольку беспокоился, что на них могут случайно наткнуться обычные люди. Уйти. Главное не нажать забыть, потому что забыть это переигрывать придется все. А где этот... Хуй. Помогли. Сашко. Так, ну не так много воспоминаний осталось. Пять-шесть. Следовать воспоминания. А может быть просто ей соврать? Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Ты убил его и забрал все себе. Давай изменим хронологию, Игорь. Эй, эй, не стреляй. Я безоружен. Руки подними, чтоб я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я, я не предатель. Я даже в Нар никогда не работал. Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. И что? Ну, сначала они, потом я и пошло, поехало. Ну, само собой. Любопытно. Ага. Это мы все читали. Кто это? Прости. Кто это? Ситуация. Мда. Отпустить его и потратить три кристалла чернобылета. Ты выходит обычный сталкер, который... Ага, да. Типа того. Оливер будет не в восторге. Да и хуй на него. Следовать воспоминания. Ты встретил Костю. Его схватили и держали в заложниках солдаты Нар. Костя потребовал немедленно его выпустить. Но ты сомневался. Хотел обдумать это решение. Ты оставил его в камере. Прожить воспоминания заново. Давай изменим посылку. Выпусти меня и давай возвращаться к Ольге. Я прослежу, чтобы тебя отблагодарили. Стремный какой-то. Не нравится он мне. Давай оставим его здесь. Ладно, ты с вам спаси. Так, ну это вот новое вот уже не было. Сашко не будет в восторге от этого. Блядь, а Сашко еще у нас было с крысами, да? Выпрыгнув из окна, ты прошел проверку Сашко. Он впечатлен. И ты смог позвать его в команду. Он согласился. Сашко попросил тебя подорвать взрывчатку с помощью детонатора, который ты нашел. Он утверждал, что ты просто перебьешь крыс. Но тебе неизвестно, где эта взрывчатка на самом деле. Что если пострадают невинные люди? Ты не хотел рисковать и не стал использовать детонатор. Сашко выражает несогласие с этим решением. А если взорвем? Давай поменяем ход событий. Он сказал, что... Детонатор у тебя! Жми на кнопку! Это еще зачем? Что это бутафорское. Отправить этих гаденышей в крысиный рай. Ладно. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Ха-ха, охренеть! Ничего не случилось? Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но, блин, их... Очередная идиотская шуточка. А знаешь, я... Я уже даже не удивляюсь. Так, отношения с ним должны улучшить. Костя попросил отдать ему припасы самоселов. Тогда он сможет отстранить Матвея от дел и управлять поселком по-своему. Ты решил, что это недопустимо и отказался. Давай переставим фигуры на шахматной доске пространства и времени и... Припасы у тебя, так? Позволь, я их заберу. Что? Вот это наглость. Я... Я правда должен сам их вернуть. Я отдам их Ольге, клянусь. Или ты мне скажешь, в чем дело. Или ничего не получишь. Ну ладно, ладно. Послушай. Я годами пытаюсь помочь этим людям. Показываю, как было бы лучше все устроить. Учу саморганизации и всему такому. Продолжай. Но они мне почему-то не доверяют. Слушаю только Ольгу и этого старого хрыча Матвея. Пойми правильно. Я люблю Ольгу. И всех их люблю. Они моя семья. Цель моей жизни – защищать их. Думаю, они не доверяют тебе просто потому, что ты брехло. Матвей должен знать свое место. Хватит ему всем тут заправлять. Тогда я смогу изменить нашу жизнь и к лучшему. Да. Просто охренеть. Не знаю, что сказать. Я доктор. Ты же знаешь. Я буду очень аккуратен с тазировкой. Ничего страшного не случится. Поверь. Так всем будет лучше. Помоги мне. И тебе здесь всегда будут рады. Прежде чем я решу, проясни для меня одну вещь. Да. Да, украл. Но только потому, что мне не плевать на это место. Надеюсь, ты поймешь меня и тоже поступишь правильно. Доверяй мудрости великого красавого. Иногда он ведет нас туманной дорогой вроде этой мышонок. Матвей этот. Я давно его знаю и не доверяю ему. Так что щепотка крысиного яда ему не повредит. Ладно. И помни. Теперь ты передо мной в долгу. И скоро я попрошу тебя расплатиться. Да. Да, разумеется. И я буду вечно тебе благодарен. Так, смотри. Мы уже спасли. Ольгу спасли. Точнее, этого спасли. Ольга уже должна быть с нами. Так, мы убили этого профессора. Угу, угу. Так, ну и последнее получается. Тебе удалось вернуть припасы. Но ты сомневался, говорить ли Ольге про Костю. Может, надо было пригласить ее в команду? Ты решил просто уйти из поселка. Надо в команду ее взвать, да. Да. Готов изменить ход истории, Игорь? Я принес ваши припасы. Спасибо, что спас Костю. С ним бывает непросто, но... Я люблю его. Если тебе что-то понадобится, что угодно, ты знаешь, где меня найти. Как насчет того, чтобы объединить усилия? Похоже, у твоих людей здесь все под контролем. А мне бы пригодился человек с такими навыками и целеустремленностью. Что ж, а мне бы пригодился человек, который столько знает о технологиях Нар. Да, думаю, какое-то время Матвей и без меня справится. Веди. Я открою для тебя портал. Короля у леса достижения. Окей, завербовали. Некоторые союзники по-новому отреагировали на ваше решение в прошлом. Вы можете проверить принимаемое решение, если хотите знать, как они повлияют на статус вашего союзника. Такие решения отмечены желтыми кристаллами. Ну все, в принципе. Я думаю, все должны остаться. Мы даже Ольгу получили и еще должны, по идее, улучшить отношения с Сашкой, с Тараканом. Давайте проверим. Все воспоминания в последовательности событий будут переписаны в соответствии с вашим текущим опытом и изменены вами, измененными вами кристаллами. Вы уверены? Да. Блядь, главное, чтобы все они сейчас были. Все пятером. Будет ништяк. Чтобы все вещи еще остались. Тоже по-хорошему. Так, смотрим. Ага. Таракан. Ольга здесь. Сашко здесь. Все, все пятером. Здравствуй, мышонок. Готов продолжить наше великое дело. Да-да. Так. Пушки все остались. Отлично. Готов узнать. А как посмотреть? Может как-то через инвентарь? Союзники. О! Солером просела, просел статус, но с отличием до хорошего. Хорошо, нейтрально, нейтрально. Вы освободили Костю из тюрьмы Нар, несмотря на то, что он, видимо, был не до конца честен с вами. Сашко сказал вам использовать детонатор вне зависимости от того, к чему приведет взрыв. Вы послушались его. Отрицательно оцененные события. Ага. Ну, то есть сейчас, короче, нужно выравнивать события к Ольге. И можно, чтобы, если кто-то был против либо Оливера, либо Михаил. Если будет против таракана или Сашко, то мы улучшим с Ольгой, но сделаем плохое отношение с ними и другими. Окей. Будь по-вашему. Давайте-ка посмотрим, ей броню и пушки надо дать. Что у нас есть халявного? У нас есть вот такая тактическая броня и у нас есть дробовичок. Дробовичок есть. Ну и давайте этот масхала тоже возьмем, посмотрим, как лучше зайдет. Да епта. Ну и калашик померяем. Так, Ольга. Ольга, 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 привет. Давайте поохотимся, Игорь. Можно и не на зверя. Смотри. Изобретательность плюс два. Изобретательность плюс один, плюс сопротивление. Ну, это явно в плюсе. Плюс два, плюс два, восприятие и бой. Изобретательность плюс два, бой плюс три. Наверное, дробовичок ей дадим. Ну вот, восемь, девять, восемь, пять, восемь. В принципе, хорошо. Хорошо, хорошо. Надо будет им, конечно, рельсотроны все наделать. Я думаю, это самое лучшее оружие, которое можно вообще совершить здесь. Так, а где мы рельсотроны делаем? Вот здесь. Вот здесь. Да, кстати, рельсотроны мы можем для всех сделать. По факту. Ну-ка. А для вот улучшения нужны грибы. Да. Нужны грибы. На фарме много грибов. Можем сделать несколько рельсотронов и улучшить нашу команду. Сильно прям сделать. Сильно-сильно. А если без улучшения мы пойдем к Ольге, допустим? То есть у нее сейчас дробовик прокачанный, и есть рельсотрон непрокачанный. Что лучше? Только начался, Игорь. Нужно провести его с пользой. Показать снаряжение. Смотри. Изобретательность минус 3, но зато восприятие, интеллект и бой плюс 1. Ладно. Подождем прокачки. Потом разберемся. Что к чему? Так, это у нас есть, это у нас есть, это есть. Так вот, так вот. Все, поехали на задания. Кто-то мне сейчас задание даст. Ольга, либо Миша, либо Сашко. Эй, старина. Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Я весь внимание. Как ты знаешь, я приехал в Чернобыль, чтобы найти кое-кого. Ты упоминал брата? Да, Руслана. Мы росли вместе в Москве. Вы были вроде как уличными бандитами. Это называется воры в законе. Но тебе-то откуда знать. И что Руслан здесь делает? Эй, долгая история, но... Короче, наш отец был ментом. Ну и как многие менты, тот еще мудило. Он маму бил, когда бухал. А бухал он всегда. Последний раз, когда он напелся. Он замахнулся на меня железной трубой. Только кое-чего не учел. Я больше не был беспомощным сопляком. И Руслан тоже не был. Мы схватили его и бросили в колодец за домом. Этот ублюдок даже не убил. Я знаю эту историю, ты уже рассказывал. Переломал. Вы бросили в колодец собственного отца. Наверное, он это заслужил. Ладно? Руслан сделал кое-что, чего делать не следовало. А после приехал сюда, чтобы заныкаться в зоне. Я его несколько месяцев выслеживаю. Охренеть. Что ж он такого натворил, что понадобилось прятаться в таком месте? Это сейчас не важно. Короче, я думаю, что его сцепала Нар. А мне охренеть, как надо задать ему кое-какие вопросы. Обыщи мобильный командный центр Нар возле старого госпиталя в порту Припяти. Там есть офицерская форма. В ней ты сможешь проникнуть на электростанцию. И пока будешь там, поищи сведения о моем брате. Все, что удастся найти. Его зовут Руслан Горобец. Я знал, что могу положиться на тебя, партнер. На всякий случай оставайся на связи. Если понадобится помощь, то косвистни. Договорились. Вот и задание подъехало. Ольга, а где у тебя тут 100%? Порт Припяти у тебя 100%. А я могу Ольгу на сюжетное задание отправить? Че, серьезно? Саш Кок и... О, центр Припяти. Окей. Патчи. Не, ну на сюжет, наверное, мы все-таки сами пойдем. Ну и вы нафиг. Сейчас всем по 99% дадим. И у кого не будет 99%. Того оставим. Копачи. Сашко 93. Сашко 93. Михаил 99. Так. Подожди-ка. А, таракан. Таракан остался. Таракан и Ольга. Таракан и Ольга. Таракан и Ольга. Таракан. Хм. Кого же отправить-то? Никого что ли? Таракан. 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 Не, слушай, ну мне интересно проверить Давай попробуем Ольгу отправить Действительно Вот сюда Да, блять Вот Таракан 86 86, 93 Сюда таракана Капачи Сашко 93 Так, рыжий лес Сашко А в Капачи у нас Михаил Так, и получится 99, 93, 99, 99, 93 Это все очень высокая вероятность Союзники не будут выполнять сюжетные миссии за Игоря Но производят разведку местности и обеспечат безопасность в области Если разведка пройдет успешно, количество солдат и существ, которых Игорь встретит во время миссии, уменьшится Использовать союзников, чтобы разведать местность Если миссия кажется вам слишком сложной или вы недостаточно хорошо к ней подготовились А не тогда? Нет Тогда Ольга остается на базе Ну так вот Жалко, конечно Так можно было сюжет нормально скипать, если у тебя прокачаны Еще задания для Ольги мы особо не выполняли Точнее мы их, наверное, в тоннеле воспоминаний пропустили Скорее всего так Так, Б Что там у нас? Нихуя, да? Кстати, можно чернобылит разобрать Потому что нам он теперь не особо нужен Грибочки нужны А у меня так же прокачанный он, да? Работает? Врагов показывает? Штуман Дикий Все очень плохо видно Так, 90 метров О! Нормально Грибочки, травки Еще раз, наверное, да Лишний чернобылит разберем Ну оставим так Знаешь, десяточку Десяточку оставим на всякий случай На порталы И вдруг что-то срочно надо переделать Потому что мы Прям все события не знаем Правильно или нет Но как бы основное, что у нас 5 нужно 5 членов для группы Еще события там Можно было у таракана посмотреть Но, блин, что-то я это Пропустил этот момент Налево, да? Солдатики на арт Бронированные, нет? А, то есть С глушителем уже не срабатывает Им пофиг Ладно Как скажете Бля, а че так много лута завезли опять? Порт Припяти вроде мы все обшаривали То есть через какой-то день Опять Появляются Все ресурсы Так, тут, наверное, женек Или еще кто-нибудь тусит О, грибов нормально А, здесь у нас призраки Я понял Духи, духи Сейчас это Куколка сработает А что здесь? Ничего? А где кукла-то сама? Ее обычно всегда видно Ну ладно Ну ладно Знак вопроса пропал Значит мы нашли все, что надо было Так, а что здесь у нас? Ничего Ну ладно Так, а что там по радиации у нас-то вообще все отлично Да, у нас все хорошо Только активность монстров Ну и пока нет Пока нет Нам нужны грибы для улучшения рельсотронов Чтобы У нас отряд был самый прокаченный Я не знаю Может быть и рельсотроны Не самые лучшие характеристики дадут Может быть реально в револьвер уйти Или в калаши те же самые Да, то есть Вариантов-то много есть Но я не знаю как лучше Так, нам нужно еще одну офицерскую форму найти Типа он нам дает офицерскую форму А мы если проникнем в главный центр То должны найти Данные Мы кстати теперь бегаем быстрее, да? В курсе Я возле поста Здесь полно вооруженных парней Да никого там нет уже Не высовывайся Я могу рискнуть Возможно сумею всех положить У тебя железные яйца Этого не отнять Ну нет Попробуй их как-то оттуда выманить Используй полевую радиостанцию Полагаю, Оливер научил тебя дурить этих роботов Ладно План у нас есть Действуй Я смотрю, жизнь на московских улицах Учит быстро соображать Это мне нравится Это вот где машина, да? Там их надо подманить Так, все тихо В этом тумане Вот этот желтый цвет Он меньше виден Я возле радиостанции Отлично Ты знаешь, что делать Я уверен, они обалдеют Я сообщу о себе Я уверен, а так в тени Они отреагируют На помощь Нас атакуют Чудовище Боже Они разорвали Мишу на куски А-а-а Это Вова Или Саша Используй базовлея Придура херов Назови себя Блять Скажу им, что Вова Наверняка у них надется Какая-нибудь Вова Скажу им, что Саша Саша везде Это Саша Высылайте подкрепление Мы преследуем преступника Того самого Принято Немедленно высылаю отряд Не вступайте в бой Ожидайте подкрепление Как поняли Это было неплохо Но сильно не зазнавайся За знайки долго не живут Теперь шевелись Если они вернутся И обнаружат тебя Мало тебе не покажется Да я готов их разъебать Если что У меня пушка есть Снаряды есть Ой-ой-ой Сколько здесь всего Блять И грибы есть Как же вы так Лут все Подсовываете Сука Надо взять Суч Чекаю О Грибы Так Наверху Паёкша Лежит Походу Нас-то теперь Людей много И Без пайка Не обойтись А как туда пройти Сука Ну ладно Херсти Сейчас пока будем искать Проход Я тут наверное уже Забужусь Тридцать раз Жаль что здесь Снайперки нету Вот именно прям Снайперки Хороший Чтобы можно было С глушителем По одному выстрелу В голову снимать Вдали Это было бы круто Прям действительно Хорошо Чтобы еще и глушитель был Чтобы не привлекать Внимание Где там ходит Упырь Взрывоопасно Вижу два фургона Один груженый Кажется взрывчаткой Странно Подберись поближе И проверь Осторожно Без лишнего шума Форма у меня Отлично Теперь посмотрим Получится ли Узнать что-то Про Руслана Носорог командному пункту Носорог командному пункту Прием Докладывайте Носорог Прием Ложная тревога Враг не обнаружен Мы возвращаемся Конец связи От капитана Рыбакова Кому генералу Козлову Московский инцидент Полевой отчет 2350 ЕФ Генерал Козлов По вашему запросу Отправляем вам новые данные О недавнем инциденте Со смертельным исходом В котором оказались Замешаны лейтенант И. Чапаев Несколько военнослужащих И. Руслан Горобец Наш новый сотрудник Чье криминальное прошлое Он в розыске За двойное убийство В Москве Каким-то образом Ускользнул от специалистов По кадрам Насколько мне известно Произошло следующее Лейтенант Чапаев Поручил четырем Вашим военнослужащим Помочь ему Разобраться с проблемой То есть арестовать Преступника И вывести его из зоны Лишь один из наших людей Вернулся живым С этого задания Отчет рядового Миллера Об инциденте Довольно путанный Вероятно из-за того Что пуль задела его голову Вызвав шок И дезориентацию Согласно его показаниям Во время конвоирования Горобец Мог неверно истолковать Намерения лейтенанта И Чапаева И решил что его ведут На казнь Затем он разоружил Лейтенанта И Чапаева Застрелил всех наших людей За исключением Рядового Миллера Которому удалось Открыть ответный огонь И убить преступника Я отправил отряд Чтобы забрать тела И привести их в порядок Территорию Где произошел инцидент Привожу полный список жертв Лейтенант И Чапаев Рядовой А. Морозов Рядовой Р. Семенов Рядовой И. Голубец Р. Голубец А. Голубец И. Голубец Блять Голубец Читай, сука А ведать пора Если потребуется Дополнительная информация Дайте знать с уважением Капитан Рыбаков Ну общается Вольнули его обратно Так Они выявили солдата Который записался Под ненастоящим именем Узнали что он Руслан Разыскивается За двойное убийство В Москве Боже мой Сашко Мне так жаль Они Думаю Они его убили Чтобы отмазаться От этой истории Значит он мертв Что ж Не задам я Свои вопросы Да чего ты Зациклился На каких-то вопросах Это же твой брат Ну да Только это двойное убийство Это наши родители Думаю Руслан Как-то причастен К их смерти То есть Ты утверждаешь Что Руслан Убил ваших родителей Я понятия не имею Что там произошло Хотел вот у него Узнать Но уже не узнаю Да ладно тебе Ты знаешь брата Вы вместе спасли мать От ублюдочного папаши Который ее избивал Ты всерьез думаешь Что он мог бы ее убить? Не намеренно Нет конечно Но может это был несчастный случай Она попалась под руку Знаю Ты не получил чего хотел Доверяясь своим воспоминаниям о Руслане Увидимся на базе Никуда ты нахрен не возвращаешься Хер знает Убивал он кого-то или нет Но Руслан был моим братом Ты должен отомстить за него Чего? Тебе бы успокоиться для начала Подумать немного Я не хочу успокаиваться Я хочу чтобы они сдохли Заминируй там все И пусть эти ублюдки из нара горят в АДО Сашко имеет право отомстить Если я помогу ему Он быстрее переживет утрату И мы скорее займемся поисками Татьяны У Сашко крыша поехала Я не собираюсь этого делать А если мы согласимся Ольга случайно там не уйдет опять Это будет пиздец Ну похуй давай Мы должны отомстить за Руслана Я ценю это Теперь устанавливай С4 Хватай детонатор и прячься в госпитале Дождись подходящего момента И жми на кнопку Ну пока никто мне не воспротивился Обычно же как Если какой-то выбор Меняет Ну Отношения То кто-то должен был сказать Чувак типа не делай это Подумай головой Но возможно сейчас появится это на момент взрыва То есть когда она будет нажать кнопку Может быть и так Так 30 метров Че мне там детонировать то А тут Использовать Детонатор у меня Спрячься И жди пока эти уроды вернутся Кто? Те не ходят Не сказать что я бы я сильно их боялся Но блять Блять Там грибы Темно как вообще блять Я не верю Все таки сука Зацепил меня Отнь Так Скоро Я их вижу Действуй, как будешь готов Ну, не вздумай колебаться А это еще кто? Какой-то забулдыга идет к посту Это что? Друг Михаила? Взрывай все, пока он не подошел ближе Давай! Что? Сдурил, что ли? Этого старого фертуна нельзя болеть Даже не вздумай Помощь Сашко, он говорит желанием отомстить Я не могу убить невиновного человека Ты меня подвел, Игорь А знаешь, что происходит с людьми, которые меня подводят? Я больше не веду с ними дело Это как минимум Я тебе помог, припоминаешь? А ты мне помогать отказываешься Очень жаль Я обещал найти твоего брата, а не валить каждого На кого ты пальцем покажешь Я не убийца Если прижмешь, любой станет убийцей Сашко будет не в восторге от этого Статус плохой Ну, блядь Плохой это еще не значит? Плохой еще не значит, что он ушел А че у меня получается с Михаилом Какие сейчас отношения? Хорошо Бля, где это то блюдо ходит? Он меня напрягает Мų Г腹 М bull Плохой Мой Мар000 Мой Мой так ну все вроде всех завалил внизу сейчас на солдат почистить и можем спокойно заканчивать ну то что у меня все отношения плохие это вот еще один прокол любой прокол и все они уйдут то есть у меня как бы мало шансов и меню и меню да это я а ты шо думал все так просто будет так а я вышел я вышел все отлично ну короче если вдруг что-то пойдет не так мы в любом случае сможем опять вернуться в тоннель воспоминаний и уже все исправить поехали у нас был договор ты его не выполнил почему мне жарь но так нельзя я не убийца а ты решил что все вокруг тебя вращается слезняк как меня только не называли вором бандитом головорезом но своих людей я никогда не подводил такого не бывало у кай настрой члена вашей команды может по двойному пайку всем дать так на этом принципе все еще раз посмотрим и союзники на плохо плохо шаришься у тебя есть минутка о чем думаешь оля о старушке которую я когда-то знала ее звали алина она жила в нашей деревне у нее было столько историй о революции 1917 коллективизации голодоморе фашистских танках едущих через болото а мужа погибшим великую отечественную а преследованиях со стороны нквд чернобыльской катастрофе ничего себе ей наверное лет под сто было да она была очень старая просто кремень и не старушка постоянно ходила в леса и болото припяти за травами и грибами пока ее не убили скрытни такая бессмысленная смерть мне очень жаль она наверняка была храброй женщиной я как-то спросила ее что помогло ей пережить все эти непростые времена и знаешь что она ответила я хотела жить вот так просто жизнь бесценна и второго шанса прожить ее не будет поэтому я хочу чтобы в моей жизни был смысл понимаешь я не собираюсь умирать из-за глупой ошибки надеюсь нам удастся этого избежать и ты проживешь долгую и полную смысла жизнь надо только выбраться отсюда ну как говорил мой отчим матвей никто не хочет уходить со сцены но приходится в итоге всем у кай так отношение конечно плохие но что делать xp качаем качаем опыт качаем качаем ой грибочки 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 созрели отлично так у нас у сашко что-то осталось помда для прокачки что у него осталось что замышляешь да ничего особенного радиация бессердечная ты сука наш трухлявый старик не ты другой недавно задвигал про это про что что припять была заражена еще до чернобыльской катастрофы ты же ученый скажи это правда таракан не самый надежный источник информации в зоне но в этом он может быть прав вот тут поподробнее во первых припять зря выбрали для строительства атомной электростанции почему место уединенное кругом болото до леса самое подходящее место чтобы хранить секреты именно болото болотистой местности мало некоторых минералов и элементов тоже относятся и к местной растительности из-за этого местные растения все очень быстро впитывают даже ядовитые вещества например радиоактивный изотоп йода кроме того ссср и некоторые страны нато активно испытывали ядерное оружие еще с 50-х из-за чего в атмосферу попали тонны радиоактивных осадков я на эти восстановилась только хуже ядерные державы хотели провести как можно больше экспериментов до вступления в силу до чизы и договора частичном запрещении ядерных испытаний соглашение между ссср и западом после которого испытания можно было проводить только под землей но сотни ядерных взрывов уже загрязнили атмосферу по всему миру включая чернобыль если бы кто-нибудь прошелся со счетчиком гейгера по болотам вокруг припяти до строительства электростанции то обнаружил бы что они уже обучены можно и привет сашка выдержка теперь дробовик наносит только прям дробовик то хуй с ним на же есть ольга который надо тоже потренироваться чем могу помочь профессор привет с радостью организованность 6 ячеек показатель здоровья увеличена 3 пункта штурмовая винтовка наносит 25 процентов больше урона так давай ячейки отличных только никаких шуток во время тренировки не то организую тебе под затыльник понял улки короче тренировочка дева мы лут разбираем и на этом думаю закончена вижу задача меня ждет непростая это будет крайне сложно возможно даже опасно я думал ты меня будешь учить правильно собирать сумку как это может быть опасно опасно для моего психического здоровья но не будем забегать вперед во первых я хочу обратить внимание на тот факт что ты почему-то решил что только я могу научить тебя искусству упаковывания полагаю это потому что я женщина и это на мой взгляд чудовищный сексизм прошу прощения ты прощен тем не менее у меня и правда припрятана пара любопытных приемчиков которые тебе наверняка пригодятся скажу честно игорь когда я смотрю как ты организовал все на складе мне плакать ой по больному бьет умеешь плакать ничего себе я плачу внутри себя у меня душа болит когда я вижу эту свалку хлама пополам с безнадёгой никаких четких линий никакой эстетики просто мужское логово провонявшие тестостероном немного рисковато но ничего как сказал один мудрец когда ученик готов то и учитель найдется этот учитель ты да я и вот первый секрет это все идет из головы в каком смысле беспорядок в голове ведет к беспорядку вещах чем лучше ты организован чем яснее твои мысли чем чище разум тем лучше ты можешь распределить вещи никаких но не спорь не отрицай не борись с истиной просто молча впитывая мудрость я дам тебе подумать об этом несколько минут или часов нормально она так научилась складывать нас сумки лучше да просто подумай об этом организации но блин 6 ячеек конечно это кайф и это кайф и теперь можем быть собой таскать наверное у больше во первых собирать можно а во вторых теперь можно будет собой брать еще какое-то оружие допустим тот же калаш прокаченные или рельсотрон то есть это кайф это кафе согласен давайте быстренько разберем что нам не нужно бутылку вот можно разобрать можно разобрать так грибов 30 чего с каких пор у меня получилось на фармить 30 грибов так 30 грибов это значит что правильно значит мы можем сейчас на фармить этих штук потом можем себе полностью установить броню нужно три штуки так пластины тоже можно разобрать нам они больше не нужны разбирается скотина ладно пойти так на штуки и это разобрать это 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 так это Так, это мы сделали А что со шприцами, кстати Мы теперь можем тоже сделать шприц Они у нас стакаются Да, стакаются, то есть у нас теперь есть Два шанса умирать И ничего нам за это не будет Так Пластины, патроны, блин, я не знаю Можно эти пластины тоже, наверное, все разобрать Потому что Нет смысла идти в эти В обычной броне И пластины эти По сути нам не нужны Так Кстати, мы же что-то тут хотели еще по уюту с вами Давно-давно строить хотели Сейчас скажу Нет, не здесь Здесь спальное место Вот Койка Спальное место Больничная койка Ну ладно Этим мы уже будем заниматься В других сериях Я сейчас по уюту смотрю Что у нас есть У нас все отлично Все здесь есть Давайте возьмем Дополнительные аптечки Сюда вот шприц Бабахаем Антирадиация есть Это есть Можем, в принципе, взять Рельсотрон И попробовать его прокачать На максимум Сейчас попробуем Так Берем первое Так Магазин с химической регенерацией Размер магазина Урон меньше Химической регенерации Хорошо Тут у нас что Урон меньше Тут урон больше Стабильность снижения отдачи Тут вот в плюс Снижение отдачи Постараемся в минус Ничего не уходить Только в плюс Мини-порталы Вдоль траектории Полета пули Позволяя игнорировать Все препятствия Она позволит вам Без труда поражать Цели сквозь Стены Вот Наверное, это прикольно Так Плюс 3 Больше урона людям Так И последнее Что у нас осталось Снайперти прицел Тепловизор Открытый прицел Так И давайте это кому-нибудь Вручим Чем могу помочь Профессор Давай Смотри 8-9-8-9 Тут у нас Интеллект Восприятие Изобретательность Меньше Отлично Друбовичок Пока в запас Уберем Все Давайте на этом Заканчивать Мы в принципе Все пособирали У нас еще грибы Остались Можем высадить Чисто Чисто Высадить Эти грибы Тут можно Что-нибудь строить А тут да Зона вообще Вне строительства Так что без вариантов Тек Тык 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 Три Три пачки Получается Мы можем еще посадить Три коробки Две Увы Только две Так Тут мы все собрали Все собрали У нас с собой Все хорошо Все свободно Ну идемте Заканчивать день Чтобы как раз У нас наступил Часть какой Двадцать пятый Двадцать пятый день Должен начаться Да Двадцать пятый Что ж ребята Всем большое спасибо За просмотр Если было интересно Обязательно поддерживайте Ролик лайком А канал подписка С включенным колокольчиком Чтобы не пропускать Новое прохождение С вами был мистер момент Будьте здоровы Смотрите только хорошие фильмы И играйте только в хорошие Игра Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok